МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас радостное событие, у нас в гостях Татьяна Макарова. Добрый день. Я поздравляю тебя, Татьяна, с очередной книгой «Регрессионный поиск от А до Я». Это твоя пятая книга по счету. Расскажи, почему ты ее все-таки решила написать? И для кого эта книга? Почему решила? Потому что, наверное, дольше нельзя уже сохранять эту ситуацию, когда передача вот этих важных и нужных знаний, техник, она идет только очень локальным образом, скажем так, от какого-то учителя к каким-то ученикам. Сейчас, наверное, уже пришло время для того, чтобы вот эту технику просто вот так вот выпустить люди. Дать возможность тем, кто готов продолжать такую работу, дать возможность им освоить вот эту технику в тех ее аспектах, которые, ну, по крайней мере, на этот момент кажутся мне важными. А если говорить про книги, учебники по регрессии, а каких из российских авторов ты знаешь? Кто еще таким занимается? Ну, занимается таким не один человек, понятно, но вот в виде написанных техник, написанных учебников я таких авторов не знаю. И даже если взять зарубежных авторов, тех, которые считаются, что ли, классиками этого направления, то в большей части они описывали результаты своей работы лишь с некоторыми вкраплениями сведений о тех способах, которыми они пользовались. И поэтому, наверное, отличие вот этой книги, которая сейчас появилась как раз в том, что она и объединяет то, что было раньше, и преподносит это в качестве, не побоюсь этого слова, уроков, и дает возможность развиваться и развивать эту технику дальше. Если говорить о тех, для кого она предназначена, это должны быть как-то специально подготовленные люди, или это могут быть просто интересующиеся, которые хотят понять немножко глубже, чем просто прослушивание сеансов, регрессов? Я бы, конечно, наверное, могла сказать, что она предназначена для психологов, психотерапевтов, но я так не скажу, потому что порой человек, который обладает практическими знаниями и большим жизненным опытом, он может дать большие результаты, чем человек, который просто может показать свои корочки. Поэтому, наверное, она для тех, кто хочет познать лучше себя, кто хочет познать лучше тех, с кем рядом он живет, кто хочет в какой-то мере помочь, помочь тем людям, которые испытывают в этом необходимость. Вот для такой широкой и, скажем так, не очень определенной по качествам группы людей эта книга есть. Единственный, наверное, нюанс, который я бы считала важным для любых людей, которые занимаются регрессионным поиском, это широкое мировоззрение, не зацикленность на каком-то отдельном учении, отдельном направлении, и непредвзятость мышления. Тогда, когда такой исследователь дает себе возможность заглянуть за пределы себя самого и дать возможность самому себе принять в себя те знания, те практики, те результаты своей работы, которые для него оказываются для самого себя новыми и доселе неизвестными. Ну, у тебя опыт изучения довольно приличный. Более 40 лет ты занимаешься и регрессионным поиском, и аномальным поиском. Понятное дело, что оно связано с тем местом, откуда ты родом, в том числе, что оно славится своими такими событиями. Тем не менее, многие называют тебя русской Долорес. Как ты к этому относишься? С одной стороны, это приятно, а с другой стороны, я все-таки предпочитаю быть сама собой. И, конечно, кое-какие тонкости я взяла и у Долорес, потому что та работа, которую она проводила, это грандиозная работа. И это работа, которая захватила многие народы и многие страны. Но, с другой стороны, какая мне разница, как меня называют? Да, здесь, наверное, сравнение идет с теми, кто пишет книги. Ведь просто проводить сеансы регрессии, не рассказывая об этом широкой публике, что ты делаешь, как ты делаешь. Наоборот, даже делясь этими знаниями, ведь согласно вот этой концепции регрессионный поиск, ты проводишь одноименные обучающие курсы, как групповые, так и мастер-классы. Ведь это признак специалиста все-таки. Ну, я считаю, что я просто обязана делиться тем, что я умею. Более того, от каждого из тех, с кем я работаю, как с клиентом или как с учеником, я ведь тоже беру для себя новое и полезное. Поэтому у нас такой процесс происходит, как бы взаимообмен и взаимообогащение. И вот это, наверное, мне кажется, очень важным в этом процессе. Можно ли сказать, что это явилось истоком того, что ты решила все-таки написать эти книги? Наверное. Татьяна, ну в своей работе наверняка мистика и юмор идут бок о бок. Расскажи о каких-то случаях, которые, может быть, даже в этой книге описаны. Тем более она иллюстрирована такими картинками, которые позволяют лучше, что ли, воспринять или эффектнее. Здесь картинки очень важным элементом являются, потому что они позволяют лучше понять суть того, о чем я стараюсь рассказать тем, кто будет читать и кто будет потом практиковать то, о чем написано в этой книге. А юмор, вы знаете, с ним приходится сталкиваться достаточно часто. Причем это юмор и людей, которые проходят как бы вот сеанс регрессионного поиска. И юмор тех, с кем они общаются. Я расскажу случаи, о которым я не говорю в этой книге. Это как дополнение, как бонус получится. Одна из моих клиенток, поскольку я занимаюсь еще расследованием различных аномальных ситуаций, она, применяя вот такую технику трансового поиска, она разбирала ситуацию, которую в народе назвали бы общением с домовым. То есть ее жизнь на протяжении какого-то времени сопровождала что-то, что не могло иметь причину в материальных событиях, скажем так, реальной жизни. И вот та сила, та энергия, та субстанция, даже не знаю, как более точно назвать, которая представала перед ней вот в такого рода событиях, она очень любила принимать различные облики. И когда-то это был дедушка такой всколокученный, причем очень добрый. Когда-то это была яблонька с глазками, простите меня. Мы, конечно, понимаем, что это несколько такие искусственные образы, но вот этот характер юмористического общения вот этой силы и моей клиентки, он очень хорошо проявлялся вот именно в таких образах, которые появлялись у нее, в которых она воспринимала вот эту силу. Надо сказать, что вообще общение, оно проходит достаточно легко и ненавязчиво, как правило, если это не касается каких-то травмирующих ситуаций. Поэтому чем более легкое общение, чем с меньшим напряжением и с большим юмором оно происходит, тем это легче и лучше и для клиента, и я смею предполагать, что и для второй стороны тоже. Вот я знаю, что многие практикующие регрессологи приобрели уже эту книгу «Регрессионный поиск от А до Я», наверное, в надежде открыть какие-то грани мастерства и так далее. А если поговорить про технику, в этой книге дается фактически практическая рекомендация, как можно самостоятельно научиться человека вводить в транс, в регресс, выводить, получать информацию. Как ты могла бы описать? Фактически, да, я даю именно те подсказки, которые позволят человеку прочитать и немножко подумав, начать работать самому. То есть техника, она, ну как бы если такое сравнение привести, вот лет 150 назад умение водить автомобиль еще было чем-то на грани волшебства, потому что это только-только начиналось, такой этап технического развития человека. Вот точно так же происходит и сейчас с умением отдельных, уникальных личностей, которым такие возможности, ну я не знаю, в силу каких причин они у них появились, вот эта техника становится уже массовой. И вот для того, чтобы, как опять же в дорожном движении, не только уметь водить автомобиль, но и уметь избегать различных ЧП, как раз я эту технику и даю. В принципе, она очень простая. Нужно уметь довести человека до такого состояния, которое в нашем народе обычно называется просоночным. То есть это, так сказать, альфа-состояние. Нужно суметь отследить, что у него действительно вот это нужное рабочее состояние появилось. Нужно суметь провести его по тому пространству воспоминаний, которое открывается в его памяти. И нужно суметь извлечь вот из этой памяти тот опыт, который нужен ему для того, чтобы он мог его использовать в событиях своей вот этой нынешней жизни. И благополучно вывести обратно. А вот как это делать? На каких этапах? Какие словесные формулы применять? Как наблюдать за клиентом? Как отслеживать его состояние? Как помогать ему? Потому что поиск в пространстве собственной памяти, он не всегда бывает легким и безоблачным. Вот как раз это с примерами, с рассказами о том, как это бывает. Вот я и говорю в этой книге. Ты знаешь, наверное, здесь символична обложка, которая представлена на книге, что найти темную кошку в темной комнате. Наверное, это созвучно вот той логике того пространства, по которому ты предлагаешь попутешествовать зрителям, читателям, опять же, этой книги. Зрителям, наверное, все-таки это для тех, кто проходит твою школу обучения регрессологии, регрессионный поиск от А до Я. А если говорить про вот этот язык, вот этого пространства, насколько оно сравнимо со сном, например? И вообще, какими правилами там руководствоваться? То есть, куда идти? Правилами, наверное, такими же, как и для обычной житейской ситуации. Если ты оказался в каком-то месте, ты в первую очередь должен изучить это место. Чем оно наполнено? Какими предметами? В каких взаимосвязях находятся эти предметы и те субъекты, которые присутствуют в этом пространстве? Насколько оно благоприятно или неблагоприятно? Это тоже достаточно важно. И если неблагоприятно, то что с этим делать? Вот как раз такой поиск, он порой, к моему удивлению, вызывает затруднения у новичков, потому что они просто не понимают, а что спрашивать, а о чем спрашивать. Человек видит, вот клиент видит те картины, которые дают ему его память. Но пока ведущий, пока оператор не спросит, что конкретно там есть, не переведет фокус внимания клиента на тот или иной аспект этого пространства, а тот или иной аспект так и может быть просто нерассказанным, непроговоренным, нераскрытым. А в каждой мелочи может быть что-то очень важное. В какой-то мере, да, это похоже на сновидение. Но на сновидение мы, как правило, не можем повлиять на те разворачивающиеся в них события, которые есть. Кстати, от осознанных сновидений вот эта техника, она отличается тоже довольно сильно. Здесь в регрессии человек вспоминает то, что было некогда, без фантазии, без возможности изменить события, которые он вспоминает. То есть он действительно вспоминает то, что с ним когда-то было. Он может понять значение того опыта, он может восстановить детали того опыта, который он когда-то получал, но он не сможет изменить картину тех событий, которые вспоминает. А часто задают вопрос о том, насколько визуально вот эти картины похожи на сновидение. У кого-то они очень яркие. Иногда ведомый открывает глаза и говорит, боже мой, как будто кино посмотрел. Настолько яркие у него вот эти события. А иногда ощущения бывают как бы на грани образов и смыслов. То есть он понимает происходящее событие, но он не настолько четко видит образы. Это зависит от физиологии. Но с результатом, с позитивным результатом уходят практически все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова